Аминь Так хорошо, когда можем собраться вместе. Аминь. И вчера мне Господь послал ангела. Кто-нибудь видел когда-нибудь ангелов? Нет? И я вчера поехал на класс. В классе членство было. И выехал за полчаса. Но невдомек мне было, что олимпийский огонь носят по городу. И я еду и чувствую, что мое движение становится все труднее и труднее. Я позвонил одному ангелу. Этот ангел говорит, дома уже сижу. И я позвонил второму ангелу. Он сказал, я здесь. Я говорю, начинай, ангел, служение без меня. И пастор Антон начал. Провел целый час. Так что ангелы могут приходить в трудные минуты. И не всегда они в том виде, в котором вы их ожидаете. Аминь. Итак, сегодня я хотел бы, знаете, взять тему, которая меня очень затронула. И это тема, которая в моем сердце с момента, наверное, конференции, с момента, когда я начал готовиться к проповеди, которую я проповедовал на конференции. Вы помните, что я там говорил о земле, которой еще брать много и так далее. И вот эта тема, она не дает мне покоя. Или понимание вот этих вещей, оно не дает покоя. Такое чувство, что Бог приоткрыл какую-то дверь и какой-то свет начал падать вот в эту щель. То есть ты не видишь еще до конца, но ты понимаешь, что в этом есть что-то могущественное и великое. И сегодня я попытаюсь, попытаюсь раскрыть, насколько у меня получится. Я понимаю апостола Павла, который сказал, что теперь видим как бы сквозь тусклое стекло гадательное. Но наступит день, когда мы будем видеть очень ясно. Но сегодня мы просто видим. И я понял, что церковь это то место, где мы возрастаем в Боге, получая откровение за откровением. Наш мир становится богаче, мы больше познаем Бога, мы сильнее и глубже входим в отношения с Ним. Мы узнаем, как распространяется царство, как работают его законы. И я бы хотел, чтобы мы сегодня открыли с вами начало-начало книгу Бытия, 3 главу, из 22 стиха и ниже. Здесь 3 стиха я прочитаю. И сказал Господь, вот Адам, вы знаете, да, что это конец 3 глава, это уже Адам с Евой взяли от этого плода, согрешили. Они уже потеряли свою праведность, чистоту свою потеряли. И вот Бог обращается к ним и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Обратите внимание, когда мы говорим, стал как один из нас, это не имеется в виду, что он стал всемогущим, он стал всезнающим, он стал бессмертным и так далее. Но здесь подчеркивается, какое качество человек получил. И написано, зная добро и зло. И дальше он говорит, и теперь как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращаясь, чтобы охранять путь к дереву жизни. И когда я первый раз прочитал это местописание, вот самый первый раз, мне был вопрос, слушай, а где было это вот место, где этот сад? И физически, вы помните, там описывается, между там двух рек находится, там все-все, перечисление идет. Но интересно, это место же осталось на земле, оно никуда не взялось. Тогда у меня второй вопрос возник. Я думаю, а что это за Херувим, который стоит с мечом? Но это уже точно не Антон, то есть другой какой-то Херувим там стоит с мечом. Он охраняет вход в этот, вот к этому дереву жизни написано, ну как бы прекращает. И в этой вот истории, или вот это вот местописание, как бы здесь повествуется самая величайшая трагедия, наверное, которая произошла с человечеством. Мы потеряли отношения с Богом, мы потеряли то место, в котором мы должны были жить. И теперь я думаю, что вот сегодня то, как себя ведут люди, это как раз и есть вот, как сказать, поиск вот этого утраченного царства. Сегодня вот проповедь я бы назвал или хотел бы назвать утраченное царство. То есть мы что-то потеряли в духе, мы что-то потеряли как люди. И сегодня вот если вы посмотрите то, что делают люди, они ищут это утраченное царство. Если вы подумаете, в принципе, что мы потеряли? Мы потеряли отношения с Богом, мы потеряли с вами второе, мы потеряли вечную жизнь. И мы потеряли вот то место, в котором мы находимся. И в той или иной степени я вижу, как люди пытаются найти. То есть две вещи. Это желание жить хорошо у каждого человека есть. Ну или желание для себя самого лучшего от Господа там или не от Господа. Каждый понимает это по-разному. И второе. Жить долго, а лучше вечно. То есть. И если вы посмотрите на человечество, ученые на полном серьезе сейчас работают над тем, чтобы, как сказать, чтобы продлять жизнь человека. И в какой-то степени они отвоевывают там несколько лет, годы, еще что-то. То есть. И на самом деле там какие-то стволовые клетки, какую-то генную инженерию пытаются пересаживать от животных чего-то человеку. То есть. Всевозможные вещи. То есть. Это начиная, знаете, от ученых и кончая каждым человеком. Люди пытаются питаться правильно. Тут я был на конференции. И пастор Артур, он интересно говорит. То есть. Как, говорит, развивается человек. Когда в 20 лет что-то где-то кольнуло, говорит, не обращаешь внимания на это. Когда в 30 лет кольнуло, ты спрашиваешь, а что там находится вот в этом месте, где кольнуло. Когда в 40 лет кольнуло, ты идешь к доктору. Когда в 50 лет кольнуло, ты проходишь полную анализы, все задаешь. То есть. Ты диагностику как машину проводишь. Почему? Потому что ты понимаешь, что ты стареешь. И люди начинают уже питаться по-другому. Какие-то спорт. Знаете, начинают где-то там чего-то подтягивать, натягивать. То есть. Пытаются применять какие-то крема. Это беспощадная война с тем, что с нами происходит. То есть внутри мы не согласны с этим. Я не знаю, помните вы свое состояние или нет, когда вы первый раз осознали, что однажды вы умрете. Кто-нибудь помнит это, нет? Есть такой человек? Поднимите руку. Есть? Кто-то помнит? Ну, может быть, вы не запомнили. Ну, просто как-то это вошло в вашу жизнь. То есть. Я понимаю, что мы наблюдали, как люди умирают. Но в какой-то момент мы вдруг осознали, что это коснется однажды и нас. То есть. Был такой момент. Вот. Кайрос. Когда вы осознали. Да. Однажды меня закопают. Сейчас люди думают или сожгут. То есть. Ну, как бы. Тут уже вариант, как бы. Можешь выбрать себе. Как тебе веселее. То есть. Будет. Поэтому. И когда я первый раз осознал. Ну, я разговаривал с одной женщиной. С сестрой из церкви. И она сказала. Когда я, говорит, первый раз поняла, что я умру, я проплакала целый день. Я просто плакала и плакала и плакала. Я честно скажу. Я не плакал. Но внутри я не согласился. Думаю. Как это я умру? Я понимал, что я умру. Но мой ум даже не мог воспринимать. Как это я умру? На самом деле, ни один ум до сих пор не воспринимает, что мы умрем. То есть. Мы знаем, что мы умрем. Но наше внутреннее я не согласно с такой постановкой дела. То есть. Есть, конечно, люди, которые, ну так скажем, убедили себя в этом. То есть. Да, да. Я умру. Ничего не будет. Это материалисты и так далее. Но таких людей единицы. Их вера намного сильнее, чем наша вера. Почему? Потому что верить, что после того, как мы умрем, мы перестанем существовать. Это надо огромную, огромную, огромную веру иметь. И вот каждый человек, он как-то отвоевывает. Ученый, самое интересное, я читал какую-то литературу. Это христианин написал. И он как раз затрагивает вот тему вечной жизни. Или я даже не знаю, он как-то вскользь, он медик. И он интересную вещь говорит, что ученые обнаружили, что организм человека развивается довольно интересно. Он рождается, начинает расти. То есть там бурный рост идет, там периоды. И он доходит где-то до, ну по-разному. У женщин до 18 лет, у мужчин до 20 лет. Это такой рост. После 18-20 лет рост заканчивается. Потом происходит такое, как плату или становление. То есть как бы укрепляется, что ли. То есть как бы мужчина, он просто крепче становится. Он не растет больше. То есть, ну как бы женщина становится более женственной, что ли. Вот 25 лет, у женщин 22 года. И потом начинается медленно, 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 медленно продвижение вниз. То есть человек начинает стареть, становиться меньше. Рост там усыхает. То есть увядает. То есть его кости становятся тяжелее или легче. Я не помню, там какие-то процессы происходят. И ученые, интересно, они разбирали, что как человек вообще устроен. Вы знаете, да, что мы все устроены из клеток. То есть, ну там есть такие клетки, которые делятся постоянно. То есть через 7 лет, если вы, допустим, посмотрите на соседа, и вы знали его 7 лет назад, то это другой сосед абсолютно сидит с вами. Поверьте мне, то есть за 7 лет меняются полностью все клетки организма. Что-то быстрее. Покровный, как бы, кожный покров меняется быстрее. То есть кости меняются дольше. Но через 7 лет, будьте уверены, если это ваша жена, то есть через 7 лет это не ваша жена уже, это другая женщина. Вы вообще на другую женщину выходили замуж. Она полностью поменялась, обновилась там изнутри, там снаружи. Она абсолютно другая, то есть физически. Ну и ученые никак не могут понять. По логике вот этот процесс должен продолжаться постоянно и постоянно. То есть человек не должен умирать. Самое интересное, если вы посмотрите, то в тысячелетнем царстве этот процесс будет уничтожен. Если вы посмотрите, там человек будет достигать определенного возраста, то есть среднего, то есть 25 лет, ну говорится. И потом человек будет просто жить. Очень интересно, тысячи лет. Я не знаю, почему там тысячу лет отмерили жить, но тем не менее. То есть и вот это вот, это пояс как раз, вы скажете, ну что это такое? А это вот как раз и попытка пробраться вот в этот эдемский сад и вкусить вот этого благословенного дерева, где поставлен херувим с обращающимся мечом, чтобы не прикоснуть. И сколько бы люди не продвигали, не растягивали это, в конечном итоге все равно что-то происходит. Я читал об одном человеке, который, ну, сказал, я буду жить вечно. То есть, ну не вечно, а очень долго. То есть, и он там всякие практики проводил. То есть, в конечном итоге он погиб. Просто погиб не от того, что он питался неправильно или еще что-то с ним происходило. Он погиб физически. Поэтому, ну, смерть это такой как бы рубеж, это как херувим с мечом. Вторая вещь – это желание жить лучше. И желание жить лучше, оно варьируется от государств до лично человечества. То есть, вот это и есть вот то, что мы видим, то, что происходит вокруг нас. Есть поиск сути. Человечество, вот, хотим мы или не хотим, в большинстве своем стремится жить как можно лучше. Ведь, согласно, да, спим на одном диване, хотим больший диван, лучший диван, хотим большую квартиру. Я немножко поговорю потом о похоти. Это тоже так как бы часть, которую мы притащили из Эдемского сада. То есть, не так всегда было. Человечество пытается изобретать разные формы правления. Начиная там, я не знаю, от каких-нибудь, ну, их куча всевозможных. Есть идеологические государства, есть там религиозные государства, монархия, там, диктаторское управление, демократическое. То есть, и на сегодняшний день сказать, что лучше. В каких-то лучше одно, в каких-то лучше другое. То есть, ну, нельзя так сказать. Может быть, кто-то думает, ну, демократическое государство – это самое лучшее, самое правильное. То есть, ну, я не знаю, насколько это правильно и насколько лучше. Почему? Демос, что такое? Демос – это, ну, это не демон. Ну, близко звучит, но это нет, немножко другое. Я думаю, что есть что-то в этом демоническое, но все равно демос – это народ. То есть, правление народа, то есть, где мирилом всего является народ. И это не было изобретено Америкой, на самом деле. Это было еще в Древней Греции. То есть, из Греции, там, в Рим, республику они пытались создать и так далее. То есть, где управляет человек или во главу всего поставлено человек. И если мы говорим, но на демократию в изначальном ее форме, она родилась уже как бы в современном мире, где-то в Америке. Ну, интересно, что они сделали. И если вы посмотрите на Южную, на Северную Америку, Северную Америку захватили протестанты. То есть, это Англия колонизировала. А Южную Америку – это католики по большей степени. И там, вы знаете, что они закладывали в основу государства христианские принципы. Если вы посмотрите на доллар американский, там написано «мы верим в Бога», то есть, или «мы доверяем Богу», написано «до». Кстати, сейчас серьезное там размышление, ну, как бы идет в этих кругах убрать эту надпись, что они верят в Бога. Потому что, ну, кто-то не верит в Бога, и ему неприятно пользоваться такими деньгами, на которых написано, что они верят в Бога. То есть, ну, я не знаю, там, чем это закончится. Я думаю, что, наверное, они уберут эту надпись когда-нибудь. Но сегодня она есть. И все законы действовали. Все-таки человечество где-то ассоциировало себя с христианами. То есть, и вот эти законы демократические в таком обществе работали более-менее хорошо. Но на сегодняшний день общество поменялось. И на сегодняшний день, как сказать, мерилом всего стал человек в демократическом обществе. А когда мерилом всего становится человек, вот тут не избежать беды. И теперь все стараются уравнять. То есть, мужчин и женщин. То есть, все в равных правах. То есть, мужчина и женщина – это хорошо. Но потом доходят, идут черные, белые. То есть, знаешь, любое вероисповедание. Это все хорошо. Но доходит до абсурда, когда пытаются уравнять, как сказать, полы или сделать их без полового общества. То есть, ну, это как бы такое общество будет написано. То есть, ну, в веках, где будем суть ангела. Но тогда, я думаю, даже по виду отличаться не сильно будем. То есть, ну, как бы… Но сейчас мы сильно отличаемся по виду. Поэтому существует женская и мужская баня, женский и мужской туалет. И в Америке… Ну, вы смеетесь, но в Америке на полном серьезе думают сейчас о том, чтобы не было женских и мужских туалетов. Ну, как бы… Ну, как вот… Я вот… Я не понимаю вот этого всего. Ну, как бы… Ну, вот как-то… Люди понимают, что должны быть общие туалеты. То есть, чтобы никто не приткнулся, никто не обиделся. То есть, ну, как бы вот так вот. Или на полном серьезе государство думает о том, чтобы ввести в закон… Это мы разговаривали с Джеффом, когда он приезжал сюда. Сделать закон, что дети в возрасте, если не ошибаюсь, с десяти лет, они, чтобы имели право выбрать, кто они – девочка или мальчик. Представляете или нет? То есть, это демократия все. Беда-то в чем, ребят? Беда в том, что в десять лет ребенок может надумать себе, чем хочет. Он скажет, а я бабайкой хочу быть. Ну, поймите, то есть, как бы он ребенок, он не понимает даже… Как бы он нас смотрится мультиков, а кто-то Бэтменом хочет быть. И что теперь сказать? Это Бэтмен у меня растет, да? Или как? То есть, как бы, ну, никто же вот до такого абсурда не додумывается. Но люди додумываются до таких абсурдов. И ребенок, если он, допустим, вот он девочка, считает, что он мальчик, значит, он должен в мужской раздевалке переодеваться с мальчиками. Я не знаю, как мальчики себя чувствовать будут. То есть, ну, как бы, играть в мужские виды спорта. То есть, и, конечно, ты скажешь, ну, где-то абсурд, где-то не абсурд. Ну, я вам скажу, это демократическое общество. Хотите вы или не хотите. То есть, где позволяются, ну, многие вещи позволительные людям. Конечно, в таком обществе ты можешь выражать веру, как ты хочешь. То есть, и то спорный вопрос, можешь ли ты сейчас выражать веру, как ты хочешь. Тебя могут посадить за какие-то вещи, за экстремистские. Кто-то говорит, а если бы христианское общество было? Да упаси Господь, ребят. То есть, вспомните христианское общее средних веков. То есть, там ведьм сжигали на кострах, чтобы они не вводили смуту. И поймите, это нету, если мы говорим о какой-то форме правления, нету идеальной формы правления. Если вы посмотрите, монархия, она существовала в веках. И когда приходил добрый царь, народ благоденствовал. Когда приходил злой царь, вот почитайте этот Ветхий Завет. То есть, вы обнаружите, что когда приходил плохой царь, ну, конечно же, все государство, оно попадало вот под такой диктат, или, как сказать, начиналось происходить безобразие. И, конечно, будет такое, опять же, как я уже говорил, тысячелетнее царство. Но, ребят, там во главе Христос будет править. И вот это будет отличать. То есть, Христос, который своим видением, пониманием, мудростью, всезнанием будет управлять планетой, применяя свои ресурсы. И вот тогда будет. Но, опять же, с другой стороны, мы где-то для себя хотим что-то лучшее или улучшить, я не знаю, то есть, как сказать, минимум условий, ну, как бы создать условия, хорошие условия быта. И в 60-е годы на полном серьезе верили, был такой, как взрыв технического прогресса, когда в Штатах, у нас немножко позже к этому подошли. То есть, и там на полном серьезе верили, что если у человека будет все достаточно, то есть, такая есть пирамида Маслова, я не знаю, кто-нибудь слышал или нет, что там есть разные уровни потребностей человечества. На самом низу лежит пища, там вода, одежда, кровь над головой, потом там уважение, самореализация, то есть, ну, я уж не помню точно, но внизу. И они сказали, если удовлетворить вот эти вот минимальные потребности человека, то человек станет добрее, человек станет лучше, человек станет, ну, человечнее, так скажем. И я понял такую вещь, что удовлетворить потребности невозможно. И общество-то не стало лучше от того, что удовлетворили. На сегодняшний день мы лучше живем, чем, допустим, в 41-42 году. Вы знаете это или нет? И даже чем в 53-м году живем. В целом люди в нашей стране живут лучше. То есть, у нас есть хлеб на столе. Но скажите, уровень преступности упал или поднялся? А из-за чего же поднялся? Мы должны быть добрее, нажрались, на диване лежим, счастливые люди. То есть, ездим на машинах, то есть, автобусы не переполненные, метро ходит. То есть, как говорил Иосиф Сталин, то есть, жить стало лучше, жить стало веселее. То есть, ну, то есть, там только веселость была. Вот за счет этого стало лучше. И что получается, что мы каждый раз мы стараемся улучшать что-то. И вторая вещь, которая вмешалась. И там я одну, типа, фантастику читал, книгу такая. И там они всяких людей выводили. И вот один там выводил человека, самого счастливого человека. Это идея у него такая была, вывести человека. И он создал человека-потребителя. То есть, его идея была, чем он больше потребляет, тем он больше счастливым становится. А в конечном итоге он жрал и взорвался этот потребитель. То есть, ну, как бы закончилось это, ну, ничем хорошим не закончилось для него. Но вот идея та же самая. Допустим, человек, который живет в общаге, он говорит, мне бы вот однешечку, знаешь, ну, полуторку, конечно, лучше. Но вот однешку тоже хорошо. И он вошел в однешку, радуется. Несколько месяцев радуется. Или пока его друг не купит что-то другое. То есть, ну, как бы тут разные моменты работают. И он сразу думает, ну, что-то не так. Это касается с машиной, это касается с одеждой, это касается еще с чем-то. И я обнаружил, что мы не можем даже остановиться в этой гонке. Почему? Потому что плоть. Есть вещи, допустим, когда человек был создан, такого не было. Почему? У него были обеспечены или закрыты все его потребности. Это действительно в Эдемском саду. Но там не было вот этой похоти. То есть, похоть это не обязательно к противоположному полу. Похоть это к тряпкам, к аппаратуре. Это там, я не знаю, к домам, к машинам, к карьере. К чему угодно может быть похоть. То есть, помните эту историю с бабушкой? То есть, которая у ней был дедушка. И он пошел на рыбалку ловить, закинул нево. И там попадается ему золотая рыбка. Помните, да? И он вытащил. Он говорит, отпусти меня, дедушка. Я исполню твое любимое, любое желание. И он говорит, да мне ничего в принципе не надо. Дед какой-то христианин, видать, был. То есть, ну как бы выкинул эту рыбку. Пришел домой. А бабушка, вот она как-то из харитматической церкви была. То есть, она говорит, дурачина ты простофиля. То есть, она как бы, ну не ругается на него матом. Ну как-то вот дала понять, что он не прав попонять. У нас, говорит, корыто дырявое. А ты взял, выпустил рыбу. Ну а дед откуда знал, что корыто дырявое? Он же не стирал. Он пошел, говорит, бабушка корыться просит. Он говорит, ну иди домой старый. Все, бабушке будет корыться. Помните, да? Приходит корыться. Бабушка счастливая встречает его, да или нет? Она говорит, ты что, дед? Какое корыто? У тебя рыбка золотая в руках находилась. Иди, что она там попросила? Избу справ, да? То есть, в конечном итоге ее, так сказать, потребительская корзина возросла до того, что рыбка должна была на посылках у нее работать. Вот интересно, что христиане иногда, они настолько повышают свою потребительскую корзинушку, в конечном итоге говорит, Господь, давай я буду сидеть, а ты будешь гонять в магазин за хлебом. Ну это же перебор уже, ведь правда, да? То есть, ну как бы мы где-то должны остановиться, должны понять, что в принципе Господь, Он во главе всего. Следующее, или как бы есть люди, которые двинулись дальше. Они поняли, что в физическом мире этого не найти. То есть, ни в омоложении, ни в каких-то условиях. Они поняли, что это где-то внутри. И они начали как бы уходить в глубины самого себя. То есть, медитировать, уравновешивать свое внутреннего человека. И вот они вот в этом внутреннем созданном искусственном мире где-то там проживают. Вот просто существуют, живут. Не надо радости, не надо там печали и так далее. Это уже ближе к идее. То есть, они поняли больше немножко, но до конца они не поняли. Но я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Каждый по-своему пытается вот восстановить или найти вот это вот утраченное царство. То есть, я думаю, что мы вот как в погоне за тем, что должно быть в этом царстве, упускаем главное. Почему? Потому что главное в царстве это как раз не то место, где вообще люди находятся. Я как-то давно смотрел какой-то остров такой, где люди приехали, они жили в свое удовольствие. Акуна Матата. То есть, радовались жизни. То есть, но это не мультик, это фильм. То есть, и в конечном итоге там были идеальные условия. И в конечном итоге там кому-то откусила акула ногу. То есть, и царство начало их постепенно рушиться. Почему? Потому что, ну, пришли проблемы, пришли какие-то трудности. То есть, и как бы вот, когда нет вот основополагающего, тогда, ну как, тогда суть сама теряется. И я думаю, знаете, на что это похоже? Это похоже на брак по расчету. Слышали о таком, да, наверное? Когда девушки выходят замуж за богатых юношей или мужчин, то есть, или наоборот, когда, когда главная цель это вот не сам объект, вот человек или субъект, да, которого ты любишь искренне, с которым ты хотел разделить как бы вот оставшиеся годы или там какое-то время. А вот те материальные блага, та власть, то состояние, та популярность там в разных случаях, это по-разному у него есть. И представляете, когда такой человек вступает в такой брак, что происходит в этот момент? То есть, он приходит в этот дом новый, начинает пользоваться этими благами, но он все время знает, что эти блага, они зависят вот от этого человека, которого он не любит. Представляете? То есть, и вот многие люди, когда они думают о рае, они думают о рае как о месте, где есть гармония, где есть, или как, где присутствует вот, как сказать, вот эта вся идиллия, то есть, человек не болеет, человек сытый всегда, удовлетворены все его нужды, но он не думает о главном. И получается, что многие люди, они придут на небеса, они будут в шоке от того, что они там увидят. Почему? Потому что там есть Иисус. И если Иисуса ты не знаешь уже сейчас, то тогда для тебя он будет, ну, таким чужим и странным дядькой. То есть, я понимаю, что Бог есть любовь. И когда мы увидим его, мы пойдем перед его ногами и так далее. Но царство, царство оно начинается сейчас. Оно не потом начнется. Это сейчас мы уже как бы соединяемся с ним. История с блудным сыном, если вы читали, в Библии описывает именно непосредственно блудного сына. Когда он вырос, там стал, не знаю, сколько ему лет было, но он сказал, отец, дай ту часть имения, которая мне принадлежит. И мы видим, что он не понимает главного принципа, что имение это следствие, это не его, это то, что отец собрал. То есть, это вот в комплексе. Но он думал, что богатство, дай мне богатство, и я буду жить сейчас, наслаждаться. И он получает вот эту свою часть имения и уходит в дальнюю сторону. И Писание говорит, что он расточает это имущество. То есть, и он как бы, там, я не знаю, пропевает он или нет. Там написано, что он с блудницами там находится. Но, тем не менее, он теряет это все. И потом он сидит у разбитого корыта, как та бабушка. То есть, помните, да? То есть, он сидит у свиного только корыта. Я думаю, что это была христианская все-таки сказка. И вдруг его осеняет. У моего отца наемники избыточат хлеба. Я его сын. Что я здесь делаю? То есть, пойду вернусь к отцу. То есть, он наконец-то осознал, что вопрос-то не в деньгах, а вопрос в отношении с отцом. Так вот, когда мы приходим в церковь, очень часто мы думаем, Господи, исцели меня. Исцели моего сына. Помоги, освободи. Дай мне то, дай мне это. И мы иногда думаем в категории потребителя. Это заложено в нас. Заложено. Мы где-то внутренне чувствуем, что мы должны жить как-то по-другому. Мы должны жить лучше. Где-то внутри нас это есть. Но интересно, как только вы позволяете похоть, и похоть начнет съедать вас. Но когда вы держитесь за Господа, а у вас приходит… То есть, это не говорит о том, что Бог не может благословлять. То есть, посмотрите на Давида. Давид был благословенным человеком. Посмотрите на Соломона. Соломон был благословенным человеком. То есть, богатыми людьми. Авраам был богатым человеком, но их главное было – это Бог. Если вы посмотрите на Авраама, я вообще удивляюсь этому человеку. Он не был бедный человек. И однажды он после войны, вы помните, когда он освобождает своего племянника. Это, в принципе, единственная цель его была – освободить племянника. Приходит царь и говорит, хорошо, верни мне людей, а деньги забери себе. И он говорит, я не сделаю этого. И причину называет довольно интересно. Он говорит, чтобы кто-то не сказал, что ты обогатил Авраама. Он говорит, только Бог обогащал меня. То есть он настолько заботился о репутации Божьей, настолько заботился, чтобы все благословения, которые к нему поступили, они приходили от Бога. Он не кидался на деньги. Он просто убрал руки. Он сказал, не, не, мне не нужны эти деньги. И один из отцов церкви сказал такую точную фразу. С тобой я готов спуститься в ад, а без тебя мне не нужны небеса. И когда я первый раз услышал это, меня что-то немножко как бы покоребило. Как это человеку не нужны небеса? Но когда я начал думать над этой фразой, я понял, что он прав очень сильно. Почему? Потому что если мы придем с вами на небеса без Бога, то мы сделаем из этих небес ад. И если мы спустимся с Богом в ад, то там будут небеса. Поймите. И этот принцип, он не начнет действовать когда-то через сто лет. То есть я увидел, что у нас, христиан, есть еще такая тенденция или понимание вещей, что когда-то я буду царствовать со Христом. Но я понял, что это не так. Я начал читать Библию, я начал видеть ее немножко в другом свете. Матфея 4,17 написано. С того времени, 4 глава Матфея, вы понимаете, еще ученики даже не призваны. Поймите, то есть это имеется в виду после крещения Иоанна. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить. Покайтесь, кто-нибудь помнит продолжение этого стиха? Ибо приблизилось... Да, тут с памятью как-то не получается работать. То есть молодцы ребята, быстро работают. То есть покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Другими словами, небеса приблизились, Царство Небесное приблизилось. То есть и приблизилось... Поймите, мы живем 2000 лет позже. В то время оно уже приблизилось, не сейчас. Оно тогда приблизилось. Дальше посмотрите, в 10 главе он посылает по два человека, чтобы они проповедовали, там написано. И 7 стих. Ходя же, дает им наставление, дает силу и так далее. И обычно, когда вы слышите на библейских школах, всегда говорят о силе изгонять демонов, о власти. Ну как-то вот этот аспект всегда немножко выпускается. Он зачитывается, но на нем никогда не делается акцента. И там написано. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. То есть он говорит. Ребят, вы тоже говорите, что Царство Небесное приблизилось. То есть другими словами, оно уже где-то находится вот здесь вот рядом. Дальше, посмотрите, Луки 17 глава, 20-21 стих. Я выписал несколько мест Писания. Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. Я взял перевод, другой перевод, но вы будете видеть синодальный перевод. То есть посмотрите, там небольшое отличие. Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. Когда наступит Царство Бога. И он отвечает, когда наступит Царство Бога, его не увидите глазами, ответил он им. Не скажут, смотри, оно здесь или вон оно. Ведь Царство Божие уже среди вас. То есть в нашем, внутрь, на синодальном переводе, внутрь нас есть. Интересно, что и тот перевод правильный, и тот перевод правильный. Почему? Потому что, как бы, изначально говорят, что среди вас уже есть. То есть что это означало для этих фарисеев, которые пришли? Представляете, вы спрашиваете Иисуса, когда наступит Царство Божие. Он говорит, оно не придет так вот, как вы думаете. Оно наступит, но не так, как вы думаете. И не будут говорить, вот там оно, или вот здесь. То есть обратите внимание, он сразу стирает места, он говорит, нет, это не какое-то место. То есть это не какое-то время. Он говорит, оно уже среди вас. А что это значит? А это значит, что Иисус находился прямо посреди них. То есть другими словами, Царь уже был среди них. И когда есть Царь, то Царство уже. Ученики отчасти где-то поняли это. Помните, когда там мама подошла к двух братьях веселых и спросила, говорит, Иисус, я понимаю, что ты Царь, и однажды ты сядешь в своем Царстве. И сейчас какая-то подготовка идет. То есть пусть вот этот справа, этот слева сядет. Помните, и другие. О, что-то не понял, места раздают, а мы где-то проспали. И они, конечно же, были не согласны с такой постановкой дела. Они начали ругаться. В чем суть вышесказанного? Суть вышесказанного, как бы, что рай не зависит от места расположения, или благ в нем находящийся. Но он зависит от Царя, находящегося в этом Царстве. Если мы говорим, что Царство внутри нас есть, то для нас это актуально сегодня. Почему? Когда мы читаем молитву покаяния, выходим сюда или дома, или еще что-то, мы говорим несколько вещей. Мы говорим, Господи, прости наши грехи. То есть, потому что без прощения грехов, ну, как бы, без исповедания не бывает прощения. И второе, мы просим, войди в мою жизнь. То есть, это очень важный аспект. И когда Иисус входит, наступает, внутри нас наступает Царство. Вопрос в том, понимаем мы это или не понимаем. Вот вопрос, наверное, в чем. И мы продолжаем жить так, как будто оно вообще никогда не вошло в нашу жизнь. И интересно, что где находится Господь, там рай. И я понял такую вещь, что уровень Его присутствия определяет уровень Царства в нашей жизни. То есть, уровень Его присутствия определяет уровень Царства в нашей жизни. То есть, Царство Божие, мы можем жить прямо сейчас в Царстве Божьем. То есть, ну, это зависит от того, насколько мы осознаем, насколько понимаем вот это присутствие внутри нас. Мы были на конференции этим летом, и там проповедовали о монахе Капуцин. Я уже раза три приводил это в пример, но тем не менее, это удивительный человек. Мы видели его в Италии сначала, и он очень простой. И там проповедовали Йонг Гичо и он, то есть два человека. И Йонг Гичо, я не помню сколько ему, 76 лет, а он на два года старше ему, значит ему 78 лет. Интересно, и один человек, он на самом деле, у него огромная церковь, миллионная церковь в Южной Корее, то есть на самом деле большое служение. Другой человек монах, он живет в монастыре с братьями, у него нету двух перемен одежд, то есть как бы одна вот эта вот штука, одни там сандалии, у него нету имущества, у него нету денег, у него нету машины, у него ничего нету. И он такой счастливый. И я в Италии смотрел на него, он сидит, улыбается все время. Я думаю, ну как вот он так, вот у него ничего нету, а он доволен жизнью. То есть, и где-то я понял, что вот эти люди, они поняли, что главное не в том, что у тебя есть, а главное, кто у тебя есть, кто твой царь, и насколько твои отношения с этим царем на сегодняшний день сильны или слабы. И вот это, наверное, главная доктрина, которую мы должны понять. Почему? Потому что, когда мы говорим, мы должны распространить царство Божие, иногда мы думаем, мы должны пойти евангелизировать, чтобы вот этот начал верить так же, как я, чтобы вот этот начал верить так же, как я, чтобы вот этот начал верить так же, как я. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, если в тебе есть царство, оно будет распространяться. Если есть внутри вас Царство Божие, оно будет распространено. И тогда, когда ты будешь проповедовать, человек будет слышать не слова, которые ты говоришь, а то, что стоит за словами. На самом деле, если вы разговариваете с людьми, многие люди вам скажут, что не вопрос, что ты сказал, а вопрос, что стоял за этими словами. То есть на самом деле верит человек или нет в эти слова. Или, может быть, я встречал людей, которые говорят слова, и они не верят в то, что они говорят. Точнее, они как бы считают, что они верят, но там нет убежденности, нет глубокого посвящения. Но если вы знаете, что Царь с вами, то вы будете совершенно по-другому проповедовать. Позвольте Господу царствовать в вашей жизни. То есть если Он будет царствовать в вашей жизни, ваша жизнь будет становиться лучше. И в таком случае становится понятно, почему люди идут в монастыри, как люди могли идти в лепрозорье, заражаться проказой, чтобы проповедовать буквально несколько лет, и потом в ужасных муках умереть. Почему? Потому что они хотели распространить то царство, которое есть в ней. Им не было страшно идти в лепрозорье. Им не было страшно продавать себя на галеры вместе с рабами. Почему? Потому что они знали, что Иисус, Царь, которого они приняли, Он пойдет вместе с ними в галеры. То есть, поймите, и будет сила его действия. И люди, которые просто боятся или держатся за места, они будут разочарованы. Почему? Потому что место никогда не делало человека счастливым. Человек мог сделать счастливым то место, если там приходил Царь. Это самое главное, на мой взгляд. Я бы хотел прочитать пару мест Писания, и, в принципе, мы закончим. Это Исаия 55, 6 стих. И там написаны такие слова. «Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко». Довольно интересное местописание. Ты скажешь, а когда Его можно найти, когда Он близко? А в Псалме 104, 4 написано. «Ищите Господа и силы Его, ищите Его лица». Скажите, когда? Всегда. Это то, во что мы верим. И в заключение, я хочу, чтобы мы встали. И я прочитаю еще одно местописание. Это Псалом номер 22. И здесь написано так. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетель и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени моего. И если я пойду и дорогой смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Интересно, Давид что-то понял. В 22-м Псалме мы говорим о защите, о благословении и так далее. Но он заканчивает, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Он понимает, что все эти блага могут быть доступны только когда Иисус является царем в нашей жизни. Когда вот царство опустилось, когда мы говорим, царство Божие среди нас есть. И Писание говорит, если два или три человека собираются вместе, он гарантирует, я посреди вас. И если ты посмотришь влево или вправо, ты увидишь обязательно брата. И вы уже двое стоите. А если ты посмотришь влево, ты уже насчитаешь троих человек. И Господь среди нас. Аминь.